дорогие друзья всем здравия тела и ясности ума в этот прекрасный тайский ночь я вышел в эфир для того чтобы продолжить ту передачу которая была по поводу глубокой детоксикации и очищения организма не только от солей тяжелых металлов фенолов формальдегидов но также и от двух основных патогенных инвазий одна из них это грибы и 2 это паразиты то что мы сегодня будем готовить она позволяет воздействовать на широкий спектр в первую очередь грибковых поражений безусловно именно поэтому во многих странах из давних времен такую вещь как медный купорос который кстати является в определенном смысле ядовитой и об этом все расскажу но если в большом объеме это яд то в малом объеме это лекарство как правило всегда бывает именно так и сегодня я расскажу о том как собственно разводить правильно для приема внутрь медный купорос я расскажу о самом медном купоросе и о том собственно для чего его применяли с давних времен именно с давних времен его применяли и не только в россии в самых разнообразных странах в народной медицине его применяли конечно же по назначению а назначение очень простой еще раз говорю точно так же как он применяется и в садоводстве в садоводстве он применяется против вредителей то есть паразитов и самое главное применяется против грибковых поражений растений применительно к человеческому организму все точно так же другой вопрос что большинство индивидуумов совершенно не понимает о том что практически все хронические заболевания в своей корневой природе в своей теологии имеют паразитарные и грибковые поражения те поражения которые бактериальные они как правило приводят к острым заболеваниям но не хроническом а хронические как правило основаны именно на фунгидах и на паразитах паразитов задокументировано больше ста двадцати тысяч видов грибов и того больше но если вы придете в какую-нибудь лабораторию и скажете сделай мне анализы вам там покажут вот это у нас горит не препаратов нет не собственно технологий для того чтобы это сделать вот на яйца глист там палочку в жопу вам засунут какашки проверят вот пожалуй еще на бычьего цепня там еще на что-нибудь ну а из грибов что кандида альбис то есть кандидос да или молочница в простонародье это смотрят как правило внутри пиписьки да иногда внутри рта то есть мало кто знает о том что белый налет на языке это собственно есть кандиды и мало кто задумывается по поводу того что кишечник то у нас тоже слизистая и тоже поражен кандидой но дело даже не в кандиде многие говорят как бы специалиста о том что кандида является причиной онкологических заболеваний онкология вообще это грибок тоже поэтому с давних времен использовался медный купорос в определенном по определенной схеме сегодня я об этом расскажу в том числе для терапии онкологических заболеваний и это весьма весьма эффективно вы можете найти достаточное количество интереснейших отзывов я буду также публиковать эти отзывы и буду рассказывать в будущих передачах по возможности об изготовлении самых разнообразных препаратов сегодня мы поговорим о том как разводить медный купорос для того чтобы можно было принимать его внутрь какая дозировка и собственно как все это делается в будущем я расскажу и по поводу того как делать мази галиночка пишет я специально сначала потолстел для того чтобы потом показать как правильно производить в полную детоксикацию организм и что она очевидным образом приводит и к снижению массы тела задача достигнуть и мт идеальной массы тела для чего нужно в общей сложности было сбросить с момента старта 40 килограммов что собственно и будет сделано в течение ближайшего времени и те кто на этом канале имеет место быть безусловно они увидят все это в реале и каждый из вас может сделать то же самое и принимать те препараты которые я показываю в прошлой передачи было теосульфат и натрия я рассказал там для чего конкретно теосульфат применяется как он разводится и собственно вот показал как его пить в прямом эфире сейчас я сделаю то же самое с медным купоросом дорогие друзья что необходимо сказать в самом начале медный купорос это ядовитое вещество в определенной дозировке 1,75 грамма является летальной дозой для среднестатистического человека вот это медный купорос к высшей степени очистки которые я нашел в Таиланде и соответственно его степени очистки позволяет применять его для того чтобы сделать из него раствор для перорального приема я обращаю ваше внимание что покупая медный купорос не в непроверенных источниках если вы ищите ищите для химических лабораторий для аналитических лабораторий с высочайшей степенью очистки не надо использовать медный купорос из магазинов из садовых это может закончиться очень плачевно также не соблюдение правильных методик о которых мы сейчас поговорим и я покажу как все это делается также может привести к очень нехорошим последствиям потому что отравление медным купоросом в конечном итоге приведет к тому что у вас откажет печень и почки и наступит летальный исход поэтому делать все нужно исключительно правильно более того необходимо и я очень рекомендую использовать перчатки для того чтобы медный купорос не попадал ни на слизистые оболочки не на кожные покровы я буду делать это очень аккуратно перчаток у меня сегодня нет но я тем не менее буду делать очень аккуратно и все покажу вам как необходимой в какой последовательности все выполнять еще раз напомню что если вы будете этим заниматься я вам очень рекомендую использовать медицинские перчатки и защитные очки не дай бог что нибудь рука дернется нервный тик случился там пернули в процессе и рука дернулась и не дай бог медный купорос попадет в глаз это будет очень скверно еще раз говорю 1,75 грамма является летальные дозы для взрослого человека пожалуйста если вы будете делать то же самое крайне внимательно изучите все что будет изложено в этом видео не нарушайте технологию и будьте еще раз говорю предельно внимательны в своих действиях держите полученные растворы в недоступном для алкоголиков психопатов идиотов дебилов или еще кого-либо и детей конечно же мести напишите на сосудах о том что это яд чтобы не дай бог никто не выпил из первого флакона еще раз повторяю обращаю ваше внимание потом не говорите о том что вы не слышали итак нам понадобятся ножницы и нам зипчик тут есть у нас есть у нас зипчик аккуратненько вскроем медный купорос данный тайский он у нас появится на сайте азиабиофарм только после того как я его опробирую на себе то что я предлагаю я всегда пробую на себе ну за исключением того еще раз что я на себе попробовать не могу например препараты для женщин еще раз говорю используйте пожалуйста перчатки и будьте крайне предельно внимательны и так вам нужно подготовить три сосуда сосуд номер один сосуд номер один емкостью один литр с чистой водой сосуд номер два точно такой же сосуд с одним литром чистой воды и сосуд номер три три сосуда одинаковых итак мы начнем с сосуда номер один вам понадобятся весы которые достаточно точно вешают граммы я использую китайские весы которые и миллиграммы взвешивают также сначала нужно установить мерный стаканчик так я вот так это сделал и после этого уже нажимаем на сами весы и получается по нулям будьте очень внимательны у вас весы в установленном режиме должны показывать по нулям значит наша задача мерной ложкой взять двадцать восемь граммов купороса и растворить в одном литре воды двадцать восемь граммов так не очень удобно поэтому ну-ка я аккуратненько все это буду делать интересный факт если у вас сигареты сутки полежат рядом с медным купоросом просто полежат рядом невозможно курить будет будет тошнить от сигарет нужно отмерить ровно двадцать восемь граммов будьте очень внимательны и будьте очень аккуратны вот ровно двадцать восемь граммов закрываем пакетик на зип и подальше его убираем берем отмеренные двадцать восемь граммов берем бутылочку с номером один и очень аккуратно очень аккуратно отправляем содержимое растворяем в бутылочке двадцать восемь граммов растворяем в бутылке номер один очень аккуратно все делаем чтобы не попало ни на слизистые, ни в глаза, ни еще куда-либо еще раз напоминаю вещество ядовитое в кристаллах ядовитость его достаточно высокая 1,75 грамма летальная доза для взрослого человека отказывают печень и почки поэтому нужно все делать предельно правильно итак, первая задача, которую мы сделали мы поместили двадцать восемь граммов медного купороса в емкость с одним литром чистой питьевой воды и начинаем размешивать он должен размешаться полностью медный купорос, который аналитически чистый, растворяется полностью соответственно его необходимо растворить полностью это занимает некоторое количество времени а я пока порассказываю вам о различных историях связанных с применением медного купороса на практике одна из историй реально существующих когда медный купорос использовали для терапии онкологии груди у женщины то есть грудь практически сгнила ну то есть отвалилась уже практически и там осталась кровоточище гноящаяся рана ну гноящаяся как? это понятно, что это грибок что такое онкология? это же когда у вас клетки изменяются но реакция иммунной системы иммунная система сопротивляется поэтому им не удается грибку или человеческому кардицепсу то что является раком им не удается мутировать точно так же как например кардицепс гусеницу полностью поглощает поэтому человеческий организм сопротивляется и что происходит дальше? дальше вот ткани происходит некроз ткани и остается такое сукровица льется гной в результате деятельности онкологических грибков что делали? брали медный купорос отжигали его еще можно отжигать медный купорос он становится немножечко таким более светлым и дальше его присыпали пораженные участки на участке кожи пораженной онкологии то есть там где была грудь через некоторое время грибок уничтожается но дальнейшая обработка раны вызывает сжение то есть там нужно быть очень внимательным на предмет того как все это делается нужно быть очень внимательным можно приготовить мазь я буду рассказывать о том как делать мазь 28 граммов на 1 литр вот Танечка Сергеичок пишет я сейчас делаю первый раствор сейчас я покажу что делать дальше Елена Рамазанова пишет в детстве мама меня вылечила от ножного грибка синим купоросом но синий купорос вы сейчас его видите это называется медный купорос тоже разводила и делала примочку на ночь я буду показывать как собственно излечить грибок в обязательном порядке я покажу и буду также делать еще и мазь и покажу как делать мази разные мази делать более того у нас есть тот кто эти мази будет делать в России и есть кто будет делать эти мази в Таиланде там нужны правда специфические ингредиенты но ничего все это можно и в России и в Таиланде можно достать поэтому мы сможем эти мази изготовить и сможем их послать итак у нас практически получился однородный раствор сейчас еще немножко поболтаю и потом покажу что делать дальше нам нужна будет бутылочка 2 и нам нужна будет бутылочка 3 в конечном итоге мы достигнем концентрации суточной дозировки для взрослого человека 2,268 миллиграмма растворенных в одном литре воды какая говорит формула теосульфата натрия ну что интернета у вас нету милая милая миколочка но интернета нету а как же вы тогда нас смотрите что же вы не знаете на какая формула у теосульфата так и вот у нас получилось осадка у нас практически нету здесь это флакон номер один из него не пьем ни в коем случае ни при каких условиях затем нам понадобится шприц для того чтобы мы могли отмерить нам нужно будет отмерить из бутылки номер один ровно 9 миллилитров у меня 10 миллилитровый шприц и мы сейчас вот отсюда из первой бутылки в которой мы растворили в одном литре чистой питьевой воды мы растворили 28 граммов медного купороса сейчас мы из этой бутылки возьмем 9 миллилитров вот этим шприцом сейчас еще для верности помешаю и даже пожалуй сделаю еще одно дело чтобы прям вот точно все растворилось крышечку возьмем чтобы уж наверняка все было перемешано четко чтобы не ошибиться нигде и ни в чем итак размешали теперь очевидно размешали правильно теперь еще раз говорю вынимаем отсюда 9 миллилитров из первой бутылки итак 9 миллилитров отправляем в бутылку номер 2 первую бутылку закупориваем и оставляем берем бутылку номер 2 берем бутылку номер 2 9 миллилитров отправляем в бутылку номер 2 закрываем перемешиваем и из бутылки номер 2 тоже не пьем все перемешали все перемешали и и и еще немножко так а вот здесь пробочка попалась не очень хорошая ну ладно это уже не концентрат как никак и и так бутылка номер 2 потом расскажу как можно использовать раствор медного купороса из бутылки номер 2 растворили все достаточно тщательно теперь опять производим точно такую же процедуру мы берем уже из бутылки 2 9 миллилитров и берем бутылку номер 3 и вот теперь 9 миллилитров из бутылки номер 2 растворяем в бутылки номер 3 так вот дорогие друзья бутылка номер 3 это суточная доза вот эту воду уже мы можем пить она предназначена для перорального приема и со следующей недели начиная с воскресенья каждый день я буду брать из бутылки номер 2 9 миллилитров растворять в полной бутылке номер 3 и в течение дня выпивать бутылку в этой бутылке содержится медного купороса 2,268 миллиграмма это суточная доза в течение 7 дней я буду выпивать по 1 литру который содержит 2,268 миллиграммов медного купороса какие результаты это даст мы будем с вами обсуждать в стримах моя задача в первую очередь проверить на своей собственной шкуре безопасность именно вот этого медного купороса который приобретен здесь его выпускает компания хемрич чем ну чем речь химикал рич то есть дорогие химикаты переводится так здесь есть все маркировки здесь есть понимание того что это чистый медный купорос высшей степени высокой степени очистки который можно применять в аналитических лабораториях в химических лабораториях поэтому задача очень простая испытать на себе я испытаю на себе и только после этого я буду рекомендовать его для других Галиночка не надо никаких лайков вот ну это самое тут ради лайков что ли все это дело не нужны мне никакие лайки абсолютно вот если кто-то выздоровеет вот это действительно ценно а лайки хрен с ними с этими лайками и с баллонками тоже хрен с ними с баллонками и с пуделями там с разновсяческими чау-чау и прочими собачками значит Тану спрашивает Владимир сразу после теосульфау начнете или это не связано это связано через некоторое время я опишу полный комплекс глубокой детоксикации организма который в комплексе приведет к тому что первое удаляется из организма соединение металлов не только тяжелых металлов а то все говорят о тяжелых металлах а что то о легких металлах совсем забывают например алюминий поэтому первая неделя она для теосульфата натрия также вместе с этим применяются и другие препараты я обо всем об этом расскажу и тунбергия лавролистная применяется все будет четко описано дорогие друзья не торопитесь пожалуйста первую неделю с теосульфатом закончили вторая неделя это медный купорос параллельно и с теосульфатом и с медным купоросом принимается тунбергия лавролистная а также препараты для нормализации функций лимфатической системы препараты для нормализации функций лимфатической системы необходимо принимать с самого начала потому что именно лимфатическая система выводит все это дерьмо из организма посредством пота, кала, мочи. Так вот, следующая передача, она будет содержать дополнительные инструкции относительно ремонта лимфатической системы. Поэтому, дорогие мои, кому интересно, почему сейчас я не прописываю этот комплекс? Дорогие, а потому что он не готов. Многие из вас позвонили Юле и говорят, дайте готовый комплекс, дорогие. А он еще не готов. Я только продолжаю общение с Боженькой на эту тему. Но если кто-то знает, каким образом составляются комплексы посредством вот этого телесно-умственного аппарата и откуда приходит информация, то вы в курсе, как это делается. Я не получил еще всех данных трансцендентным способом. Естественно, я их получаю. Я их получаю степ-бай-степ. Все будет четко задокументировано, описано, и каждый из вас сможет применить, у кого, конечно же, нету противопоказаний. А вот сейчас необходимо сказать пару слов по поводу противопоказаний. Точно так же, как у тиасульфата натрия, противопоказания у медного купороса сводятся к тому же набору заболеваний. То есть, болезнь крона, тяжелые заболевания печени и почек. И повторюсь, тяжелые. То есть, если вы ходите на диализ, это уже тяжелые заболевания. У кого тяжелые заболевания печени и почек, они прекрасно об этом знают. Поэтому, пожалуйста, будьте очень внимательны. Владимир, все-таки на третий асульфат 30 это 3 грамма. Да, все правильно. 3 грамма сухого вещества. Можно растворить в стакане воды. Да, за один прием. Можно. Все правильно вы говорите. Но не повторяйте, пожалуйста, такой фокус с ладности асульфатом. Но с медным купоросом подобных действий производить просто нельзя. Вы не сможете нормально отмерить 2,268 миллиграмма. Миллиграмма. И это суточная доза, растворенная в одном литре воды, которая выпивается в течение дня. При всем при этом вы не питаетесь в течение недели ничем. Нужно будет только пить растения, я расскажу какие, и запивается все это дело вот этим слабым раствором медного купороса. Для того, чтобы убрать из организма именно грибковые инвазии. В первую очередь это фунгиды. Вот что необходимо убрать из организма. Если при этом вы будете продолжать кушать, вам не удастся достигнуть поставленной задачи. Что интересно. Ожирение печени. Стеатоз уже почти тяжелое заболевание. Цирроз это тяжелое заболевание. Это следующая стадия после стеатоза. То есть есть просто жировой гепатоз, есть стеатоз, а есть цирроз. Вот стеатоз уже почти тяжелое, а цирроз уже тяжелое. Ну а следующее это уже гепатокарцинома. Ну гепатокарцинома это все. Пиуу. Надо было раньше пить боржоми. Не боржоми, точнее, а вот медный купорос, к примеру. дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний не излечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание галиночка пишет конечно нет но нужно не нужно продвигать никуда ничего продвигать не надо галочка вы просто видимо недавно на этом канале я не делаю ничего для того чтобы у меня тут образовались какие-то подписчики у меня подписчиков нет вообще ни подписчиков не поджопников здесь нету никого есть только друзья остаются друзья те кто не друзья добро пожаловать отсюда вот и все нажали кнопку и отписались прямо сейчас кому нужно тот останется кому не нужно добро пожаловать отсюда не засорить эфир своим присутствием вот и все поэтому здесь не не так как везде не нужны здесь никакие подписчики пожалуйста добавляли купорос в побелку от плесни на стенах абсолютно верное решение в телятниках где были новорожденные телята перегородки стены тоже белились с добавлением купороса абсолютно верное решение именно так и надо делать просто нужно быть очень внимательным чтобы не попало ни на слизистые оболочки купорос не попал ни уж тем более в рот ни в коем случае вот значит по поводу медного купороса которая только что сделал ну я бы не сказал что я чувствую какой-то вкус то есть мои вкусовые рецепторы практически практически ничего не чувствуют вообще мне надо пить со следующей недели так что не буду переводить ценный продукт оставлю его и так чтобы всем было понятно в первой бутылке разводится 28 граммов чистейшего химически чистого медного купороса из этой бутылки ни в коем случае не пить и ни для чего больше не использовать кроме как взять отсюда 9 миллилитров шприцом 9 миллилитров 9 миллилитров переливаем в бутылку номер 2 пью взбалтываем хорошенечко достаем отсюда 9 миллилитров и переливаем в бутылку номер 3 каждый день и вот уже бутылку номер 3 в течение дня выпиваем напомню напомню в бутылке номер 3 в одном литре воды что является суточной дозой содержится 2,268 миллиграмма медного купороса пожалуйста не ошибитесь я сегодня много раз это повторил благодарю дорогие друзья все кто присоединился я показал как сегодня сегодня я показал как растворять для перорального приема медный купорос сейчас давайте поговорим немножко о том для чего он применялся лечение медным купоросом применение в медицинских целях оно применялось и в древней Греции для терапии глухоты и для терапии ангины и хронического танзелита кстати очень полезно будет полоскать зубы чтобы не было никаких кариесов шмариесов и кандидоза во рту то есть белый налет но через некоторое время я расскажу по поводу того чем полоскать может быть полоскать мы будем как раз из бутылочки номер 2 но не глотать пока не могу ничего сказать по этому поводу скажу более подробно через некоторое время что интересно при сахарном диабете не тяжелые формы применяется также медный купорос если форма тяжелая то отзывы такие что потребность в инсулине уменьшается в 4-5 раз делают ванны из медного купороса в этом случае его не пьет а делают ванны я тоже расскажу как его нужно делать безусловно для того чтобы излечить грибок исцелиться от грибка поражающего ногтевые пластины и ступни или руки в зависимости от того у кого где я также расскажу как делать специальные ванночки ну и покажу при заболеваниях женской репродуктивной системы таких как эрозия воспаление придатков фибромы миомы также и кисты кстати и грибки конечно же также делается специальная есть процедура при помощи которой мы готовим раствор для спринцевания я тоже расскажу как это делается делается это как правило 7-10 дней уже после окончания менструального цикла если конечно он вообще не закончился ну и еще много много других будет самых разнообразных рецептов но об этом будем говорить в ближайшее время и безусловно все эти рецепты будем публиковать в описании к вот этому медному купоросу который выпускает компания чем рич он у нас появится у юли солей на сайте появится он через некоторое время еще раз говорю после того как я всю неделю пропью четко если со мной все в порядке то после этого он появится и вы сможете тогда его тоже приобрести если захотите конечно срок годности первой бутылки раствор хранится достаточно долго несколько месяцев можно совершенно спокойно хранить он не заплесневеет это я вам могу гарантировать бутылку номер два не требуется менять каждый день это не нужно вы берете из бутылки номер два по 9 миллилитров переливаете в бутылку номер три бутылку номер три выпиваете в течение дня а бутылку номер два я потом скажу для чего можно использовать раствор из бутылки номер два Друзья, по техническим вопросам обращайтесь, пожалуйста, к Юлечке Ну не занимаюсь я вообще техническими вопросами Ни деньгами, ни доставками Я понимаю, что вам нужно ответить на вопрос, есть ли доставка в Украину Я слышал то, что есть только DHL Вот это я слышал, что DHL А так подробности, конечно, лучше узнать у Юлечки Я могу сейчас написать здесь ее телефон Точнее, ну вот проще написать и проще позвонить От вирусов раствор не помогает Вообще, Галочка, я раньше рассказывал по поводу того, что такое вирусы Нет никаких шариков с присосками, никогда не было Это совсем другая история Это не шарики с присосками Дело в том, что это программы Вот как компьютерные программы Которые могут быть наложены на различные объекты В том числе жидкости, в том числе кристаллические структуры Там сахар, соль Все это можно наложить, эти программы Даже на различные штукатурные смеси И вот тогда уже может происходить очень интересные вещи То есть торсионными генераторами можно запрограммировать программы На различные объекты И эти объекты уже либо распылить Либо каким-то другим образом Так сказать Осуществить взаимодействие этих объектов С биологическими потребителями этих объектов Что касается от... Вот вы написали Раствор помогает, не помогает От этих шариков с присосками Это про метиленовый сень И будет передача Владимир, питание во время приема купороса исключается То есть 7 дней мы ничего кушать не будем Совершенно Это необходимо Потому что концентрация очень низкая И если вы будете потреблять пищу То особенно ту, которую любят паразитарные инвазии и грибковые А это молочечко всякое разное Там сахарочек Там сладенькое Вот это прям у них Говорит, спасибо хозяин Говорит, умирать не будем Поэтому И во время теосульфата натрия желательно Абсолютно ничего не кушать первую неделю И вторую неделю Желательно тоже ничего не кушать При медном купоросе Нина спрашивает Говорит, собралась пить теосульфат натрия Сегодня первый раз на ночь И недели ничего не есть Говорит, а пить, говорит, можно Но только не водку Говорит, и пива тоже не надо Ну воду, пожалуйста, пейте Чай тоже Кофе не надо Друзья Благодарю всех Кто присоединился Всех вас целую Всех обнимаю Мы все единое, целое Вечное и бесконечное Да, мы пользуемся этими телами Вот ухаживаем за ними По мере сил и возможностей Нас пытаются всячески здесь Эксплуатировать Эксплуатировать Отравить Всякой дрянью А мы все как-то Сопротивляемся Да Вот этому безобразию И порабощению Через все вот эти вот Так называемые Лечебные препараты Химический говнезин Как я его называю Поэтому, вы знаете Все самое ценное Боженькое уже В природе создано Поэтому Человек Ничего свыше Бога Не может придумать Того, что будет полезно А вот Того, что будет Не полезно Если вы возьмете Химические препараты Почитайте мелким шрифтом Там внизу Противопоказания Там разные всякие И побочные эффекты Это как раз Основное назначение Надо все Наоборот Все надо перевернуть И будет прямо Тютелька в тютельку Как разрабатывалось Нашими Дорогими Чудесными Фармакологическими Гигантами До новых встреч Дорогие друзья Пока Рад был со всеми Вами побеседовать Обнимаю И не забывайте У нас Проходят Прямые эфиры На канале Телеграм Телеграм Называется точно так же Гримуар Пожалуйста Заходите И там можно Побеседовать В прямом эфире А так же Там есть группа Где можно Безо всякой записи На консультацию Задавать В специальной группе Вопросы По здравию тела Ну и по психологии Тоже Если есть К тому Потребность До новых встреч Дорогие друзья Пока Здравия тела И ясности ума Аз есть мсущие Здесь и сейчас Делаю то Зачем существую На экране Информация О консультациях И способах Связи со мной Более подробная Информация В описании К этому видео Благодарю За внимание Субтитры сделал DimaTorzok